Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как проект, определить дальнейшую и ближайшую перспективу. Многочисленные исследования показали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте – люди, обладающие проектным типом мышления. Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся – проектной деятельности. На протяжении последних 10 лет проектная деятельность активно развивается в школах района. Ученики с 1 по 11 класс представляют свои работы. Лучшие направляются сначала на районный конкурс, а уже потом и на всероссийский уровень. Недавно в Обнинске прошла научная конференция, где ученики Одинцовской лингвистической гимназии представили свои работы. Мне кажется, что это люди будущего. Понимаете, если вот раньше я очень долго занимаюсь с ребятами, если раньше было больше практики, то теперь они исследователи, у них прекрасный словарный запас. Они умеют делать что-то руками, они хорошо работают с литературой. Я считаю, что наши дети замечательные. И чем дальше, тем лучше. Ребята защищали свои проекты по разным направлениям. Искусство и культура, биология и экология, лингвистика, география и краеведение, физика и техническое творчество. Первую футболку замочила в растворе из свеклы. Сделала свекольные штампики и аппликацию. Эту футболку замочила в растворе из черники. Нарисовала черный, постирала, она стала голубой. Нарисовала черной смородиной сердечко и замочила край тоже в черную смородину. И сделала аппликацию. Да, мы отметили несколько работ, в том числе работы, связанные с окрашиванием ткани, одежды, природными красителями. Таких работ довольно много бывает. Но это действительно выдающееся, потому что, во-первых, большой объем, во-вторых, качественно сделано. В-третьих, краски, стойки. В-четвертых, это все применяется, в них ходят, в этих одеждах. Проектная деятельность – важная составляющая образовательного процесса. Это возможность для ребенка раскрыть свой потенциал. Кстати, в эту работу активно вовлечены и родители. Без их поддержки и прямого участия детям сложно было бы реализовать свои идеи. Наш район уже не первый год, по-моему, в пятый раз представляет своих детей. Самые лучшие проектные работы здесь. И действительно, я очень рада, что мы каждый год достойно выступаем. Я каждый год сюда приезжаю, потому что моя дочь каждый год участвует здесь. А в этом году участвует мой сын, четвероклассник. Я очень горда, действительно, их достижениями. Горда за наши школы, за наших детей. Это очень здорово. Марьяна – опытная мама в работе с проектами. Раньше она помогала дочери, а теперь и сын привлекает маму в научную деятельность. В этом году вся семья трудилась над разработкой технологии переработки вторичного сырья в качественную бумагу, которую можно использовать в образовательных целях. На самом деле, во-первых, это действительно интересно. Это развивает как творческие, так и исследовательские способности детей. Потому что, по большому счету, это очень важно и нужно в будущем. Потому что, ну, когда они становятся старше, у них много самостоятельных проектов. Также, наверное, они себя и готовят к поступлению в ВУЗы. Там это тоже будет очень важно. И на самом деле, такой хороший задел на будущее. На научной конференции в Обнинске и Одинцовске ребята ежегодно демонстрируют высокие результаты. Лиза Тычкова в этом году не представляет свою работу. Она приехала поддержать брата. Я делала проекты про благотворительность, про МЧС и про буллинг. А в этом году я приехала поддержать своего брата, который делает проект про переработку бумаги. Он сейчас учится в четвертом классе и первый раз сюда приехал. Поэтому я решила поддержать его и поделиться опытом. Любимый писатель Кости Иваншина – Пушкин. Ученик третьего класса обожает перечитывать его сказки. Он даже разработал словарь волшебных слов, о чем рассказал комиссии и ребятам на защите своего проекта. Сказ «Карбаке и рыбки» – 1833. Рассказывает нам о стреке, в сети которого одна ж поползатая рыбка говорила рыбкой с ним человеческим языком и обещала выполнить желание, на котором настояла старуха. Так появилась у старухи новая корыта. Веси было мало, она просто все больше и больше. В итоге старуха осталась ни с чем. А выражение стаца разбитого корыта прочно обосновалось в русской культуре. Моя тема по страницам – любимый сказок. Я волновался, но все закончилось хорошо. На самом деле атмосфера очень захватывающая, вдохновляющая. И я говорила, что, конечно, самое главное – это не волноваться и говорить уверенно, потому что ничего страшного в этих выступлениях нет. Они очень интересны. И действительно, мне кажется, что они могут помочь в будущей жизни, в будущей профессии. И на самом деле все эти мероприятия, которые проводятся в Обнинске, все эти конференции, они очень продуктивные и очень интересные дети. Ребята подготовились к защите проектов основательно. Задача перед ними стояла непростая. Надо было не только рассказать о своей работе, но и ответить на вопросы членов комиссий и зрителей. Это шестой фестиваль созидания творчества. На самом деле у нас программа 34 года. У нас вот в марте будет 34-я всероссийская конференция «Юность, наука, культура». А идея тогда еще родилась, что нужно вовлекать школьников в исследовательскую работу. Не просто, чтобы они готовились к экзаменам. Тогда-то про это мало еще говорили, про исследовательскую работу. А раз родилась идея, я же из Наукограда, Обницкая, поэтому там кругом научные учреждения, меня поддержали, и мы стали проводить с 1986 года такие конференции «Юность, на культуру» назывались. Потом мы стали проводить для младших ребят, для средних, шаги в науку, юные исследования и так далее. А уже попозже, вот 6 лет назад, мы решили, что не только нужно исследовательских работ, но и проектных, авторов проектных работ приглашать, и задумали фестиваль созидания творчества. Ну, на самом деле, кроме авторов проектных работ, сюда приезжают авторы исследовательских работ. Поэтому мы всех принимаем, и на этой конференции у нас мы заслушаем исследовательские, проектные работы. И ребята с замечательным работой приезжают, и мы всегда очень рады. Мы видим, что будущее в России есть, когда вот такие ребята с такими работами приезжают. Малая Академия наук «Интеллект будущего» объединяет детей-педагогов со всей России. География участников фестиваля обширная, охватывает все регионы страны. В этот раз свои проекты представили ребята из Кемерово, Иркутска, Севастополя. Среди претендентов на главный приз были и гимназисты из Одинцова. Наша жизнь достаточно такая насыщенная у взрослых людей, и не всегда родители могут в полной мере участвовать в образовательном процессе и в проектной деятельности. Но на самом деле, когда начинаешь этим заниматься, оторваться уже невозможно. Ну, география самая разнообразная. Есть у нас активно Сибирь представлена, из Иркутской области несколько делегаций. Урал представлен, Центральная Россия, конечно, представлена. То есть, ну, более-менее различные регионы. Но на самом деле, вот этот фестиваль, это же часть нашей большой программы. Вот у нас программа называется «Интеллектуальная творческая специальность России». Она лауреат премии правительства Российской Федерации. И там, в рамках этой программы, ежемесячно какие-то финальные мероприятия проходят. Вот месяц назад у нас был чемпионат познания творчества. Там 4 тысячи человек было. Вот этот фестиваль, он чуть поменьше, 150 человек. В январе у нас опять «Юный след» конференция. Там тоже 400. Потом «Юностная культура», «Научный потенциал», «Шаги внуки», про что я говорил. То есть, у нас это постоянно. То есть, в целом, охват 100 тысяч человек со всей России. Из всех субъектов, начиная от Камчатки и заканчивая Ленинградом. То есть, все 85 субъектов у нас участвуют. Участвуют здесь, у нас представлен наш новый субъект «Севастополь». Российский фестиваль проектов «Соседание творчества по традиции» прошел в Обнинске. Участников разместили в живописном месте «Яхонты Таруса». Научная конференция проходила в течение трех дней. В рамках программы прошли мастер-классы, семинары, интеллектуальные игры, олимпиады. Дети и педагоги активно учились и принимали передовой опыт в области создания проектно-исследовательских работ. Тематика совпадает с тем, что государство говорит. Мы начинали с естественно-научных работ, потому что государство тогда заявляло о необходимости инженерных профессий, те еще годы 80-е, и ребята очень много именно этим занимались. Потом мы открыли в гуманитарной науке, и у нас гуманитарных работ было значительно больше, чем естественно. Особенно 2000-е годы, когда 2001-й, 2005-й и так далее. А в последние 3-4 года, когда стало государство говорить о необходимости развития инженерных профессий, привлечения инженеров, чтобы прорыв сделать России в области инноваций, стали опять все больше работ вот такой естественно-научной технической направленности. То есть вот это совпадает с теми задачами, которые заявляет государство, как ни странно. Ну, может с опозданием на год, а иногда и с опережением. Например, исследовательские работы мы давно проводим, а в ГОС ввели-то вот, в общем-то, совсем там буквально 10 лет назад. Мы сами предлагали эти варианты, в Государственной Думе выступали, в Союзе Федерации, в Министерстве, что надо вот это поддерживать, развивать ее. И не только мы, кстати, это целое, несколько движений таких и конференций, как наши, похожие, да. И государство, ну, вернее, сначала ученые это придумали в ГОСы, которые разрабатывали, и государство тоже стало в этом направлении развиваться, развивать это направление. Но на самом деле еще не так, как нам бы хотелось, потому что все-таки сегодня больше преференций у ребят, которые занимаются Олимпиадами, поступления в ВУЗ и так далее. И скоро эта, наверное, система будет пересмотрена. Вот было буквально две недели назад в Союзе Федерации седания, в рабочей группе тоже состою, там как раз руководители конференции, которые занимаются следственной работой, «Шаг в будущее», там, «Читиль Вернадская», «Наша». И Союз Федерации поддержал, что надо уравнять эти преференции, что действительно эта работа более сложная следственная, чем даже участие в Олимпиадах, а они менее поддерживаются. Ну, это время еще, конечно, не сразу, потому что пока Союз Федерации примет концепцию, пока доведет до Министерства образования, это какое-то время пройдет, может, год, может, два, не знаю. Но, по крайней мере, это уже на уровне государства осознанно, что этим надо заниматься и это направление развивать очень сильно. Это нас радует. Ежегодно ребята демонстрируют высокие результаты, секреты бумажного производства, создание мультипликационного фильма, разработка проекта школьной газеты, дизайнерская одежда. Это далеко не все темы, которые осветили в своих работах одинцовские гимназисты. Я провела анкетирование среди учащихся третьих, одиннадцатых классов с целью выяснить, а хотели бы ребята, чтобы в нашей гимназии появилась своя газета. К моей огромной радости эту идею поддержали более 98% опрошенных. Я пришла к выводу, что в гимназии необходимо создать школьную газету, в которой юные журналисты рассказывали о событиях, происходящих в школе. Мой проект о вторичной переработке бумаги, его тема называется «Секреты бумажного производства». Первый продукт у меня получился цветного картона, второй продукт проекта – это была бумага. Она намного тоньше, чем картон. Почему тебя заинтересовало производство бумаги? С чем это связано? В чем уникальности пользы твоего проекта? Потому что очень много людей пользуются бумагой, ну, неэкономно. А бумага очень дорогая, за нее тратится очень много деревьев, и из-за этого страдает природа. И я хотела людям сказать, что надо оберечь бумагу. Я переводил отрывок из книги про Гарри Поттера, и я хотела проанализировать трудности перевода. Если другие ребята захотят тоже перевести какой-то текст, это может им помочь. С какими трудностями столкнулся ты в процессе создания своего проекта? Ну, было очень много работы. Я бы не сказала, чтобы прямо рутинной, но такой немножечко однообразной. Тема моего проекта – создание мультипликационного фильма мотивом отрывка из поэмы Александра Сергеевича Пушкина и Руслана Людмила в программе «Драгон Фрейм». А с какой целью ты создавал этот? С целью, чтобы другие ребята, когда посмотрели мой проект, смогли тоже создать такой мультфильм, только по другой теме. Работа в основном хорошая, причем ребята уже настроенные, поэтому им уже легче. Если там же первый класс, третий класс, пятый, шестой класс, то это же разный уровень детей, казалось бы, но все равно они в основном молодцы. И даже из самых первых у нас получили, допустим, первые места, потому что они свободно владеют своим материалом, понимаете. То есть видно, что они там работали. Бывало такое раньше, допустим, читают они сами, плохо разбираются. Мы приводим пример даже такой, что у нас проводится в Москве конференция, и так называется, не интеллект будущего, это молодежный такой, а, допустим, первые в мире атомные станции. Допустим, так. И докладывают доктора, профессора и так далее. Я пример приводил ребятам, что выходят на трибуны, бу-бу-бу-бу, там читают и так далее. То есть не знаешь, знает он или нет. Начинаешь им вопросы задавать, выступающим эти, так. Они, значит, мешаются, говорят, сейчас там загляну. А это ребята в основном, особенно вот которые у нас высокие работы, которые получили и первое место, и что они, и, 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 что они выше, и что они в печать отдаются, может так сказать, и что они выступали, спрашивали больше всех, вопросы задавали, понимаете. То есть это ребята самые как бы выдающиеся, там можно посмотреть по результатам, мы считаем. То есть они нас в этом плане, поэтому посовещались сначала, там решили, ну, второе поставить кому-то, ну, один раз хотели, там, третье, там, и то, значит, чтобы он проектная работа такая. Вот. Но в данном случае, сейчас вообще на общем фоне, это ребята вообще такого хорошего, высокого уровня. Проектная деятельность важна для всех участников образовательного процесса, благодаря совместной работе удается развивать в ученике интерес к разным наукам, способность к исследовательской деятельности, творческому мышлению. Самое главное, чтобы они не боялись, вот чувство страха нужно преодолеть, что на самом деле первый шаг сделать надо, пусть небольшой проект, небольшая исследовательская работа, а потом увлекутся, во-первых, они приедут с этой работы на конференцию, типа нашу, всероссийскую, да, увидят таких же ребят с горящими глазами, которые пусть даже более высокого уровня работы сделали, они у них поучатся, им эксперты сделают замечание. Второй шаг уже будет просто рывком. У нас сколько таких случаев, когда вот, ну, слабенькие работы приезжали, ну, и мы не запрещаем, потому что это обучение. Они приезжают, выступят, некоторые даже боятся выступать, просто послушают, а потом замечательные работы просто выставляют, приезжают замечательные, исследовательские или проектные, не важно. В плане вот обучения ведь здесь проходят и для детей, и для педагогов. Да, во-первых, мы самих детей обучаем, и мастер-классы, и вот на самих конференциях у нас комментарии обязательно обучающие экспертов, это не ЕГЭ, там, не сдача экзаменов. И обязательно параллельно у нас идет обучение педагогов, как на очень высоком уровне сделать исследовательскую, и там, проектную работу. Профессионалов приглашаем, и это тоже дает свои результаты, потом они более высокого уровня работы делают. Ну, и заочно мы же постоянно и вебинары, и дистанционные курсы проводим, и для педагогов, и для детей, так что возможность совершенства просто огромна. По результатам трех дней команда Одинцовской лингвистической гимназии заняла первое место. Ребята показали высокий уровень знаний и подготовки. Также пять проектных работ были отмечены как лучшие в секциях. Это абсолютные победители шестого российского фестиваля созидания и творчества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова